Всем привет! Вы как всегда на канале Семен на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый видеоролик, где будет очень много океана, высоких волн. Будет серфинг, будет много всего интересного, будет даже начиная тусовка. Все это в этом видеоролике. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и погнали в новый выпуск. Какой у нас сегодня завтрак? Это свежайшие ананасы, манго. Это хлеб с очень вкусным местным маслом. Здесь то же самое, манго, красные бананы, авокадо. Нам часто в комментариях пишут, что дети у нас там не получают никакого образования, только путешествуют, путешествуют. Но на самом деле мы много раз показывали, как мы занимаемся с детьми, в каких школах мы занимаемся, какие берем дополнительные занятия. И вот сегодня у Родки будет еще урок по, как называется предмет? По... не знаю. Короче, по ментальной арифметике сейчас я вам покажу, как проходят занятия, немножко расскажу про эту школу. Сегодня мы познакомимся вот с такими интересными счетами, называется Абакус. 60% времени Родион с педагогом учатся быстро читать при помощи специальных счетов Абакус. В остальное время они выполняют интересные нейрозадания на развитие двух полушарий, упражнения на координацию движений и многое другое. Это настоящая тренировка для мозга, полезная в любом возрасте. Кстати, школа Абакус это не только про математическое мышление, это еще и комплексный подход к развитию интеллекта вашего ребенка, начиная с 4 лет. Помимо курсов по математике, ребята учат осознанному и эффективному чтению. А совсем недавно в Абакусе появился еще один классный курс по школьной математике. Детективное умножение. Уроки в котором максимально нестандартны. Дети учатся умножение и проходят целые интересные математические квесты. Наверное, с Артемом это уже протестируем. Выберите то направление, которое будет интересно вашему ребенку и пройдите первый урок вместе с ним. И вы убедитесь, что педагоги, платформа и методика в Абакусе очень крутая. И только для наших подписчиков по промокоду на чемоданах, при покупке абонемента на 3 месяца в день прохождения бесплатного пробного занятия, в Абакусе действует специальное предложение. Можно сэкономить до 3000 рублей. Под видео я оставлю промокод и ссылку на бесплатный пробный урок. Записывайтесь и менеджеры школы вам обо всем подробно расскажут. Давай, поднимай. Сколько надо поднять? Три. Поднимай, молодец. Дальше. Ножками топай. Смотри на квадратик. Ножки на. Хорошо. Вот здесь нож и ножки. Мы сейчас отправляемся на пляж Черепаший. Как он называется, Настен? Де Лавелла Бич, либо Туртл Бич. Вот. Пользуемся сейчас приложением, как он называется, Пикми. И здесь цена, вот смотрите, нам за поездку будет 394 рупий. Обычно туда мы ездим за 700, за 800. Вот с этой штуковиной экономия в два раза. Ну вот мы и в тук-туке очень удобно подъехал прямо к дому. Все то же самое, как Яндекс.Такси, либо Uber. Только тук-туки. Помимо того, что здесь классный пляж, здесь еще и классное вот это заведение, ресторанчик. Мы здесь неоднократно заказывали пиццу. Здесь, кстати, у них даже магазинчики. Стемик, подожди, пожалуйста. Вообще, в прокат можно взять доску, маску и даже купить себе какую-нибудь одежку. Во, это чисто по волнам. Вот это такая штука. Вон, шортики-мортики всякие. Кстати, вот карты есть. Обстановочка. Погайфу. Туру-туру-туру. Да, правильно, Мирошка. Смотрите, какие волны там огромнейшие. Вот это да. Но здесь круто на этом пляже, что риф идет, и волны ломаются, получается. Бассейн. Опа. И в нем дети купаются абсолютно спокойненько. Ни за что переживать не нужно. Ну, естественно, здесь приплывают еще черепахи. Намазались кремом как следует. Солнце ядреное. Оно вроде так не чувствуется. Ветерок все так сдувает. Но потом, когда ты вечером оказываешься дома, ты понимаешь, что она... Но у нас кожа привыкшая, и у нас даже, в принципе, краснота есть, а боли, как таковой, нету. Давай, папе, ручку. Давай. Пойду с Мирошкой зайду купаться. Этот пляж кайфовый, потому что ты просто вот садишься и вот так вот... Да, вот так вот, Мирошка, вот так вот, да. Иди к папе, вот так вот. Папа. И вот так, стоп. Что там, сынок, да? Что там? Да, вот это. Папа, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Рачков, да, ловите? Ага. Ну, видишь-ка. Здорово. Там приплыла черепаха, поэтому я вам сейчас покажу. Пойдем поплаваешь возле нее. Они сюда спокойненько подходят. Здесь ходят местные, которые продают водоросли, чтобы их покормить. Вообще, на самом деле, можно просто взять вон там вот подальше, пойти нарвать. Их здесь огромное количество. Ну и вот где люди. Там и есть, по-моему, черепаха. Ооо. Да, гигантская. Да? Да. Беряй сюда. Ну вот его жилье промажут. Беряй сюда. Ооо, супер-классно. Ну как вам? Блин, черепахи великолепны. Ну да, конечно, получилось. Нифига себе, такие кадры. Короче, круто. В общем, вы запоминайте этот пляж, кто здесь будет. Обязательно сюда приезжайте. Здесь 100% поплаваете и покормите черепаху. У детей свое занятие, вот они ищут таких крабиков. Мама, револю, рак отщельник. Да, вот так вот. Мирочка, смотри. Я же уже увидела. Смотри, Мирочка. В прошлый раз я не дошел до вот этого камня. Точнее, я не добрался до самого верха. Но сейчас это сделаем обязательно. Сейчас, в принципе, отлив. Я смотрю, там люди ходят. И можно попробовать. А вон там сильные волны. Заодно заберемся, посмотрим на них. Вот, посмотрите, какие здесь сильные волны, да? И какая мощнейшая пена, да? И где мы купаемся? Вот прям справа. Ничего нету. Все ломается. Ариф. Так, чувак, видимо, собирает водоросли. Скорее всего, для черепах. А я хочу забраться на эти камни. И там понаслаждаемся волнами. Слушайте, плохая, наверное, идея пойти была без тапок. Потому что здесь вот эти кораллы, они, конечно, очень острые. И если собьет, на них приземлится задница. Будет, конечно, печальная история. Вот, здесь прямо вот от течения волны заходят. Ау! Ау! Ломается. И, конечно, трындец. Какие же они острые. Ни хрена себе. Вот это дела. Блин, надо выбирать какой-то маршрут. Так, ладно, короче, я сейчас пройдусь. А потом уже на камнях там включусь. Он-то идет смело, потому что он в тапочках. Я, короче, все ноги себе поизрезал, потому что на них... На вот этих кораллах, видимо, мидии растут, крабики. И ты просто наступаешь и слышишь, что что-то под тобой трескается. И прям все это, походу, втыкается в ноги. Но самое главное, что я дошел. Смотрите, какой здесь песочек. Как я тебе рад, песок. И начинаются вот эти камни. Камни невероятной породы. Вы посмотрите, как они выглядят. Какие-то как вулканические, что ли, такие разломы. Там, наверное, крабов, раков. Опа! Крабов, точнее, да, огромнейшее количество. Они, кстати, еще очень сильно горячие. Потому что черные, потому что ядреное солнце. О-о-о, смотрите, вон они, конечно. Я же говорю, крабов здесь полно. Вон они ходят прям. Видно вам? Обалдеет, надо сюда было детей брать. Будем забираться сейчас на самую-самую вершину. Что ж мы сюда, зря пришли, что ли? Ух, и вы тут вот, можете заметить. Стоит вода. А раз здесь стоит вода, значит сюда тоже бьет волна. И, надеюсь, нас не собьет. А парень, он рыбу пришел ловить. О-о-о, они прям крабы гоняют по скалам. Ничего себе. Вот это дела. Ну дождемся. О, какие здоровые там. Вы только посмотрите. О-о-о, вот это да. Надо это, мальчишкам одного поймать, наверное. Хотя они вряд ли дадутся быть пойманными. Они вон как быстро бегают по этим камням. О-о-о. Да. А вот с этой стороны их тоже много. Вот куда детям надо. И бескрайний океан. Смотрите, какая красота. Вот где мы купаемся. Кстати, вот сверху прям идеально видно, что вот здесь вот все разбивается. Волны. Там дальше бассейн такой. А с этой стороны тоже огромное количество волн. Видите, как заходят. А-а-а, как же сильно обжигают ноги. Ты как будто стоишь на сковородке какой-то. О-о-о. Ну, хочется дождаться волны. Мне кажется, именно на широкий угол я смогу передать всю эту красоту и масштаб этого камня. Надеюсь, у меня получится. Смотрите, какая круговая красота вокруг. О-о-о. Волна. Еще хочется же волну поймать. А вот мокрые камни, которые, они, конечно, скользкие. Можно подскользнуться, упасть и, конечно, попасть вот под вот это вот все месиво. И тогда будет... Ого-го. Вон здесь сколько крабов. Посмотрите. Я делаю новый шаг. Появляются новые... Вау! Нифига себе! Вот эта волна была. Прикиньте, смотрите сразу, сколько пены от нее. Чуть-чуть заболтался. В спину шахнул. Надеюсь, как чуточку было видно. Надо еще подождать. Волны, конечно, да. Вот они прям бьют и накрывают вот эти вот камни. Представляете, какой высоты они? Как разбиваются. Вот идет. Смотрите, какая. Я надеюсь, было видно. Нифига себе. Просто полностью выше меня на метр три еще, наверное, выстреливает. Вот это я понимаю. Вот это волны. О, ну там тоже была сейчас. У-у-у! Видали? Успел, не успел. Только вижу, что большая идет. Включил камеру. Не знаю, как получилось, не получилось. Тоже было мощно. Расстрелила до меня прям. Речки там. Шикарные волны. Вот это да. Вот если встать вот сюда, вот на самый край, то, конечно, волна накроет. Но опасно. Потому что туда упасть будет печально. Здесь уже все как бы. Океан может и затянуть, и волной. Как бы это не морские волны. Здесь мощь гораздо жестче. Смотрите, 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 какая волна. Вот это кайф. Надеюсь, вам видно. Вау! Посмотрите, здесь какая-то рыба. Как сом, но это не сом. И посмотрите, сколько здесь крабов. Вот, а что это за рыба? Вот она. Видите, тоже гасятся от меня. И сколько крабиков. Вон они повсюду вообще. От мала до нелика. Но посмотрите, вся стена усыпана ими. Вон они бегут, 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 бегут сразу. Ну и немного вам заката очень классного. Посмотрите, как солнце опускается в дымку. Пляж Далавелла, либо Turtle Beach. Здесь черепашки. Короче, как он только не называется. Не важно, как он называется. Главное, какое солнце в дымку. Представляете, у нас ночь. И мы двигаемся на тусовку. Пойдем на дискотеку. Посмотрим, как здесь ночная жизнь. Вот, если бы не ребята, а наши соседи Баренские, то мы бы вряд ли куда-то пошли. Но они нас говорят, давай, давай, давай. Так что, давайте. Ну, посмотрите, позади меня какая темнота. Все это время вот мы шли-шли по темноте. Ну и, собственно, мы уже пришли к улице туристической, которая идет к океану, вдоль океана. Вот этот огромнейший красивый-красивый спациелон называется. Все, а с этой улицы начинается прям движуха. Видите, уже музыка играет. Смотрите, какая красота. Там за витриной. Вау-вау. Ну и, собственно, добро пожаловать на ночную жизнь Куна-Ватунэ. Ребята, кстати, деньги меняют в таких обменниках. И в этих. Через менял, которые прям на дом привозят бабки. Александр, как выгодно? Ну, подупал курс, на самом деле. Подупал? Все хорошо, да. 360. 360. Один доллар, 360 будет. Грустно, короче. Мы когда приехали, в аэропорт меняли по 370. Здесь потом меняли где-то 368. А сейчас 368. Сейчас 368. Огромное количество заведений. И все красиво подсвечивается. Вот в это заведение мы идем. Нептуны бар называется. Унаматуна. Здесь вот живые музыканты будут сегодня петь. Специально для нас. Да, посмотрите, как здесь дурак. Как здесь атмосферно. Вот это да. Прожектор. Все дела. Ресторан. Битком. Просто битком. Нам сказали, что еду ждать час, может больше. Но посмотрим. Смотрите нам. Это банана Родико. Потому что ты всегда пьешь такой. Артем такой. Это час. Пирожки нравятся, да? Да. Ну, дочь кайфует. Мы пока с Мирожкой слушали песенки. Нам уже еду принесли. Красота. Вот вам вечерочек. Пчеланки. Петлосенки рис принесли. Огромная лепеха просто. И плюс сердечка. Мам, сердечко снимай. А, рис как сердечко у тебя. Да, да, да. Красивая лепешечка из кари. Вот так вот. И еще какой-то соус сюда. Какой-то кари. Хочу вам показать счет. Это вместе с чаевыми 18 тысяч рублей. Ну и напоследок покажу вам океан. Точнее его шум. Надеюсь, видно волну. Все, мы идем домой. Смотрите, какая красота. Вся береговая линия Новотуны в огоньках. Все отдыхают. Всем хорошо. Вау, невероятно. Наконец-то выбрались вечером. И вам показать тоже, как выглядит Новотуна вечерком. Надо вообще было бы искупаться. Но нет. В следующий раз искупаемся ночью. Утро. Начинаем с серфинга. Вот мы и на пляже. Уже с доской. Уже все тут как тут. Родиона выгоняй из океана. Да, и сначала намазаться надо. Вот Настенка правильно мажет. Сначала мажемся. Мы сразу сходу заказали кокосы. Но они пока будут стоять. А мы пока отправляемся в океан. Естественно, первым делом намазали лица. Те части, которые могут сгореть. И отправляемся серфить. Артемка уже все шарит. Сам пристегнул себе. Лишь, пошли, пошли. Заходи. Давай. Какая хорошая. Готов? О, нет, нет, нет. Давай, давай. Идет очень хорошо. Красавец. Фу. Готов? Вставай. Ну, вставай. Короче, понятно. Вставать не хочет. Просто поехал. Маленький человек вообще кайфует, да, Тино? Кайфует. Она идет. Она идет. Она идет. Стелит. У-у-у-у. У-у-у. 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 Готов? Посмотрите, какая хрень идет. О-о-о-о. Родик, давай. Ой, бля. Давай. Нет, его просто смело. Попробую сейчас с камерой встать. Конечно, я переживаю, чтобы ее не вырвало нигде. Волны солидные. У-у-у. Но кто не рискует, тот не остается без камеры. У-у-у. Получилось. Которая меня конкретно сбила. У-у-у. Так, идем ловить другую. Блин, жесть сбивает. Ой-ой-ой, какая красивая. Ой-ой-ой. Жестко. Фу. Хороший идет. У меня ничего не получается с камерой. Ну вот эту взял. У-у-у. Не, надо камеру оставлять, либо чтобы кто-то со стороны снимал. Вообще неудобно. Ребята, привет. Сейчас мой папа едет терпить. Вон, видите? Вон там вот. Вот. А я иду, мы заказали батата. Еще четыре кокоса. Вот. Ну, сейчас никак не папа придет, а ведь нам это меня папа снимает. Пока нахтенка там на волнах пытается покорить этот океан. Нам он принесли батат. Мирона зашел вообще этот батат. Да, сынок, вкусно? Мирочка, вкусно тебе? Макай, макай, ешь мой маленький. Так, у меня снова возникли проблемы с компом. Моя зарядка, она, короче, прогорела. Видите? Вот эти провода. Как сфокусировать? То ли скачок напряжения, то ли что. И все. И зарядки кранты. Благо, что у ребят сверху такая же зарядка от Эйра. Они мне дали попользоваться. Ну, а мне сейчас предстоит найти зарядку на Мак и ее где-то здесь, на Шри-Ланке, купить. Не знаю, пока сколько это будет стоить, чуть позже буду рассказывать. Мы продолжаем изучать заведение Буноватуни. И сейчас зашли вот в такое заведение, которое называется Блёэфин. Прям на туристической улице находится. Красивый интерьер, все очень аккуратно. Это очень небольшое кафе, буквально 6 столиков. Здесь же и мини-бар, здесь же и мини-кухня. Парни уже нам готовят еду. Вот так, машет надо. Танцуй. Я вот сколько в кафешках заказываю. Леон всегда приносит бутылку 0,7. Это хорошо. А Носенка заказывает чай и всегда приносит с молоком. Ну и, конечно, в Азии нужно пробовать том-ям. Есть его очень много. И мы продолжаем тестировать. Смотрите, какой здесь. Здесь он выглядит вот так. Сюда нацепили огромную-огромную креветку. Лаймик. Еще что-то травы какой-то напихали. Сейчас будем пробовать вкус. Предоставлю это Носенке. Пусть она пробует. Давай. Какой богатый. Смотри, какой красивый. Богатый? Ну, что там только нет. Давай пробуем. Острый? Нет? Нормальный вообще. Вкусный? Бульон вкусный? О, здесь кальмары, грибы, креветка провалилась мне. Вкусный. И самое главное, что все аль денте. Вот прям хрустит все. Вот как вот я люблю. А еще мы самые лучшие родители. Знаете почему? Потому что мы кушаем, а наши дети нет. Приятного аппетита, да, Чем? Им просто еще готовится. Вот дядька взял и мой ему руки. Сервис. Детям принесли вот такой овощной суп. Ой, Мирошки дают, конечно, ложечку. Это лепешка с овощами и с морепродуктами. На 8 тысяч рублей мы наели. Слушайте, ну, сытно, вкусно. Неплохо, неплохо. Чай и пиво считай. Ну, все подряд 8 тысяч рублей. Ну, вот здесь сейчас будет эта конвертация наша любимая. На доллары, на рубли. Вот, смотрите. Вместе с нами изучайте. Мы, кстати, здесь часто ходим пешочком. Здесь нет тротуаров, знаете, ну, типа, к которым мы привыкли. Здесь ты всегда идешь по дороге. Вот такая небольшая линия, которая разграничивает, где идет пешеход, где едет машина. Если линия вот так вот выступает на дорогу, это значит, что автобусная остановка. Идти, конечно, не вау, как приятно, потому что гоняют все прям возле тебя. Вот так вот, видите? Это еще не было в наших кредитбазах. этих бешеных-бешеных автобусов. Хотя вот он уже есть, видите? О-о-о-о, Настенка, отбегай! У-у-у! И вот навстречу ему гоняют они здесь конкретно. Нашел я зарядку, едем все вместе дружно. Сейчас с ним ждем тук-тук. Вот, и выезжаем. Ну, посмотрим, получится ли не получится купить. Мы сейчас едем вот прям вообще в районе местных. Здесь туристов нету. Вообще. 30 рублей пирожки стоят. Это даже 10 рублей, даже нет. Вот это да. Вот тут вяжуха. Купили мы зарядку оригинальную. Еще взяли провод для айфона, потому что нашему каранты. Короче, заберемся на дома. Покажу. Сейчас ждем тук-тук. Здесь, короче, вы находитесь не в туристическом районе. И вызвать целая проблема. Мы решили отменить тук-тук и прогуляться здесь по такой вот местной улице. Видите? Здесь прям вообще после нашей туристической деревни ты прям попадаешь реально в колорит. Максимально вот прям. Здесь прям прикольно. Вот, пожалуйста, 200 рупий тапочки, представляете? Это 40 рублей. Прикиньте. Вот, и здесь все с такое движение. Да, Мирош, а мне? Да, вон щетки всякие продают. Вот еще магазин тапок. Короче, здесь прикольно. Вот так вот на дороге кушаем то, что мы купили и ждем наш транспорт. Что, острая? Серьезная? Да, она с мясом. А, она с мясом. Ну, давай. Она не мясо, там тук-тук. Помогите! Это было самое экстремальное путешествие на тук-туке. Вы даже не представляете, с какой скоростью он ехал. Как он всех подрезал и обгонял. У него такой мощный тук-тук, что, мне кажется, он просто хотел этим похвастаться и прям так топил. Ну, такого никогда у нас не было. Теме, как тебе тук-тук? Ну, как-то очень быстро, как американский лорк, если представить. Да, прикиньте, реально скорость была жесть. Газ, тормоз. Ну, какая красота. От пакета до упаковки. О, как же я люблю эполовскую технику, вы не представляете. Вот эта зарядка для телефонов. Вот цена, смотрите, 3650 рупий. Это очень крутая цена. Серьезно, оригинальный провод. Так, ну и, собственно, вот это. Вот так вот выглядит. Ага. Так. Так, вот все новенькое, все замечательно. Защита, пожалуйста. Ой, все прям... Ой, как я люблю новенькое. Ой, 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 ой. Все в чехле. Единственное, что здесь вот этот вот переходник, видите, он под вот эту вот розетку заточен. Как они? Европравильно называются. Вот, поэтому, скорее всего, буду ставить часть, вот эту вот часть своего. Ну что, пробуем? Пивом. И сразу же загорелось зелененькое, а потом оранжевенькое. Ну, красота. Это вот, видите, я пустил ее из своего вот этого дополнительного блока. Не знаю, посмотрим, как будет заряжать. Ну, а если что, вот можно из старой взять и поставить на новую. Вот видите, она спокойно отключается, включается. Все, друзья мои, поздравляйте с обновочкой. Такой выпуск у нас с вами получился. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если не подписались прямо сейчас, подписывайтесь на наш канал. Как вы понимаете, у нас здесь очень душевно, весело, классно, атмосферно, природно. И обязательно подписывайтесь на наши другие социальные сети, таких как Яндекс.Дзен и группово ВКонтакте. Там нас, кстати, уже тоже очень-очень много. Ну, а я буду с вами прощаться. До нового видеоролика. Пока! Пока!